рада приветствовать вас на своем канале в сегодняшнем видео я вам покажу как связать вот такой нехитрый самые обычные выполнение полы шнур он изготавливается для того чтобы сделать завязочки на шапочках какие-то различные вставочки в общем везде где нужны вам в использовании шнурочки завязочки делается он достаточно быстро легко и просто минимум затрата по инструментам материалом и времени и вот такие у вас замечательные шнурочки в итоге получится кому интересно приступаем к вязанию для вязания полушнура вы можете использовать абсолютно любую пряжу любой толщины в зависимости от нее будете использовать и номер спиц так как полушнур в принципе заменяет обычный шнурок то лучше всего использовать пряжу потоньше и соответственно спицы потоньше у меня пряжа yarnart jeans для примера я взяла и спицы номер два также нам понадобится иголочка вы же смотрите смотря из того на какое изделие вам нужен шнурочек и исходя из этого берете ту пряжу которой вязали полностью все изделия и под нее берете номер спиц для начала нам нужно набрать 4 петли удобным для вас способом я буду набирать самым обычным способом 3 4 далее достаем одну свободную спицу и петельки оставляем набранные в левой руке рабочую нить отправляем на пальчик левой руки и начинаем с первой петли провязывать все петли лицевые поочередно 1 лицевая далее 2 лицевая 3 и 4 никуда не отправляем спицу оставляем также в левой руке подтягивая петельки к краю спицы снова поочередно провязываем начиная с первой петли все петельки лицевые 1 2 3 4 снова подтягиваем петельки к краю спицы оставляю в левой руке свободной спицей провязываем поочередно снова все петельки лицевые 1 2 3 и 4 снова никуда не поворачивая вязание подтягиваем краю спиц петли и провязываем снова поочередно все петли лицевые из вот таких лицевых петель у нас и состоит полностью вязание когда провяжите такой вот хвостик подлиннее можете немножечко подтянуть его вниз выровнять как бы наш получившийся уже такой вот маленький шнурочек далее снова подтянули спицы и провязываем поочередно все петельки лицевые вязание у нас вяжется не поворотными рядами а просто подтягиваем и вяжем только лишь один ряд на протяжении то есть одну сторону вот у вас сейчас получается лицевая сторона так с лицевой стороны всегда и оставляем вязание ниточку мы получаем получается провязывая последнюю петлю начинаем провязывать первую петлю никуда не поворачивая вот так такое вязание полого шнура можно вязать не только на четырех спицах но и на трех и на пяти даже как вам удобно зависимости от того насколько вы хотите широкий или же узкий или же тоненький толстенький шнурочек вязание получается посмотрите как бы такой вот круговой благодаря тому что вы заканчиваете вязание на четвертой на 4 петли и начинаете первую как бы у вас получается цельная петля по кругу вот и вот так вот подтягиваем краю провязываем все 4 лицевые затем снова подтягиваем краю и провязываем все 4 петли лицевые если вы провяжете на 3 петельках я вам для примера вот показываю как это выглядит на трех как на мой взгляд на 4 выглядит более завершенный такой край но в принципе на трех честно говоря тоже получается неплохо но если вы успели заметить то гораздо тоньше если вы провяжете сейчас шнур подлиннее то вы увидите что он закручивается тоже вот в такой вот жгутик вот в принципе разница между четырьмя и тремя петлями при наборе и так я продолжаю дальше вязать шнур до нужной длины всего лишь 4 петли вот так вот никуда не поворачивая не разворачивая и провязывая лицевыми когда провязали нужной длины мы заканчиваем его просто попарно провяжите две лицевые вместе раз и две лицевые вместе второй раз можете даже от центра начиная то есть не важно как вы провяжете просто попарно а затем перетягиваете первую на вторую провязанную лицевую затем отрезаете ниточку чтобы оставался у вас хвостик сквозь который вы проденете вот таким вот образом сквозь петелечку нить все вы закончили шнурочек остается лишь только нам зафиксировать ниточку я отрежу хвостик покороче чтобы мне было удобно вдеваем его в иголочку но перед этим завяжем шнурочку такой вот как бы получается узелочек на краешке вот так смотрите подтягиваем хорошо краю наш узелок затягиваем его а а затем все таки вдеваем ниточку в иголочку вот так и продеваем эту ниточку сквозь узелочек для того чтобы его как бы зафиксировать и спрятать хвостик ниточки вот здесь вот в вязании вот у вас получается завершенный такой вот край если вам нужно куда-то продеть шнурочек то оставляете вот этот хвостик вытащенный и иголочкой продеваете где вам нужно мне же не нужно мне нужен просто шнурочек вот все отрезаете хвостик со второй стороны точно также завязываете узелочек вдеваете ниточку в иголочку и прячете хвостик по ходу вот здесь вот в центр вязания это просто для того чтобы зафиксировать ниточку и спрятать чтобы такой хвостик не висел у вас получается красивый вот такой шнурочек опять же таки если вам нужно его куда-то продеть не спешите завязывать узелочек потому что узелочек тяжело будет продеть куда вам ну скажем так нужно в изделии вот если вам нужно два шнурочка соответственно делаете два шнурочка и присоединяете куда вам нужно я надеюсь что вам было интересно понятно понравилось конечно же не забудьте лайкнуть спасибо что оставались на моем канале всем хорошего настроения ровных петелек пока пока